Нужна ли нам эта свобода? Весь город поднят на уши, все обсуждают эту тему, но нужна ли нам эта свобода? В нашем обществе, где понятия очень часто переворачиваются, например, я не знаю, религиозность, набожность, прекрасные чувства, явления превращаются в мракобесие. Свобода, волюшку казацкую, бунт какой-то. Вот сегодня «Комсомольская правда» вышла с заголовком главным. Человек убил всю семью и собачку в придачу за то, что соседи его затапливали. Просто взял и убил. Я хотел сегодня поднять именно такой вопрос. Нужна ли нам свобода, свобода выбора и свобода выбора мэра? Федор Петрович, мне вот неинтересно, депутат, который, по идее, должен отстаивать интересы горожан, запрос выполнять социальный, а весь город говорит о том, что нам нужны выборы мэра. И депутат говорит, да нет, не нужны выборы мэра. Вы, получается, избирательный наказ игнорируете? То, что большинство жителей нашего города высказывается, во всяком случае, публично высказывается за прямые выборы мэра, это не отнимает у меня право отстаивать свою точку зрения по поводу разделения властей. И вот этот вот так называемый институт сети менеджера, я не люблю этого названия. И стараюсь говорить о том, что это просто разделение власти, власти политической и власти исполнительной. И пока у нас люди не поймут, что власть политическая должна быть отделена от власти исполнительной, так же, как церковь отделена от светского государства, они не будут за этим интересоваться и за это голосовать. Чем чаще вы будете называть сети менеджер, тем больше будет отрицание в главах наших жителей, наших избирателей. Чем чаще мы будем говорить глава Волгограда, глава политической фигуры нашего города и глава исполнительной власти, то есть хозяйственник, тем у людей будет просыпаться все больше интереса для того, чтобы хотя бы ознакомиться с этой системой руководства города. Михаил Николаевич, ваше время, пожалуйста, аргументы. Ваши аргументы за позицию, за прямые выборы мэра. Все очень просто. Да я думаю, здесь на самом деле это все очевидно. Как раз тот принцип разделения властей, о котором Петр Петрович говорил, он и присутствует в всенародных выборах мэра. Мы выбираем власть представительную в лице депутатов, а уже они там сами председателя выбирают, да? А также выбираем себе власть исполнительную в лице всенародного избранного мэра. На мой взгляд, это правильно. Конечно, в одном я с Водором Петровичем согласен. Возможно, он просто это имеет в виду, но не успел сказать. На сегодняшний момент у нас действует позиция в уставе, когда у нас городом управляет председатель Думы и нанимается этим менеджером. Но на сегодняшний момент это в принципе необходимая реальность. Потому что в городе, назовите мне хоть одного кандидата, который мог бы полноценно возглавить город на уровне Юрия Виктора Чирекова, на уровне Евгения Петровича Ильиченко. К сожалению, таких фигур у нас сейчас нет. Роман Гребенников, Роланд Хирянов, Николай Чувальский. Кого угодно мы можем назвать. Есть такая хорошая фраза, не смешите мои гланды. Не могут они быть хорошим мэром, поверьте мне. Подождите, Роман Гребенников уже был мэром. Роман Георгиевич был мэром, и ситуация показала, что он был плохим мэром. Я надеюсь, что он будет хорошим вице-премьером первым, или вторым, я не знаю, какой он по счету. Но мэром он был плохим. И здесь я с Антолем Григорьевичем Бравко в оценке В10 абсолютно согласен. И то, что мы сейчас имеем в городе, это случилось ни вчера, ни при бедном Соколове, который тихо тер свои диоптрии и ужасался тому, что происходит в городе. Разруха началась раньше, разруха началась с 7-го, с 8-го года. Был эпизод, когда Моисей водил еврейский народ по пустыне 40 лет, да? После того, чтобы исчезла вот эта память в народе о своем нехорошем статусе в государстве, Египте. В итоге нам, наверное, неплохо будет эти 5 лет пережить без мэра, чтобы выросло новое поколение каких-то политиков, хозяйств, которые смогут городом управлять. Если у тебя в кармане диплом юриста, это не значит, что ты можешь управлять городом. А прямые выборы сейчас-то должны проходить или нет? То есть мы или мы делаем себе перерыв 5 лет и ждем, когда вырастут... Мы ничего не делаем, все сделали до нас. Городская дума приняла изменения в устав и, насколько я знаю, вносить новые изменения она не собирается. На мой взгляд, да, вот мы партия Яблоко и тут много представлено оппозиционеров, считаем, что существующая система распределения бюджетных доходов, система распределения власти, ответственности и всего прочего, вытекающего из этих вопросов в стране совершенно несуразна. Существует некая вертикаль власти, когда господин Путин обещает что-то народу, а потом самозабвенно наказывает министров и губернаторов подчас и мэров за неисполнение собственных обещаний, которые не подкреплены никакими бюджетными ассигнованиями, бюджетными доходами субъектов федерации и городов. У нас все наперекосяк, у нас федерация строится сверху вниз. Вы как представители, что бы вы ни говорили сейчас, встроенные в институты действующей власти, один член и депутат от Единой России, другой встроен в другую структуру, которая точно так же обслуживает интересы этой партии. Не считаете ли вы, что никакие выборы мэров в системе существующей власти не способны? Я на примере города Волжского. Избирается мэр, какой бы там плохой, хороший, неважно, но если этот мэр не устраивает губернатора, то обрезаются бюджетные доходы, субвенции и трансферты из-за бюджета высшестоящего субъекта. То же самое происходило с Волгоградской области, когда мы все прекрасно помним, когда проиграл выборы господин Шабунин и выбрал бы Максюта. Вы люди в возрасте, я думаю, помните, как было ощущение, что кто-то нажал на кнопку и из области отсосали все деньги. То есть перекрылись все федеральные программы и прочее, прочее, прочее. Не считаете ли вы, как представители той партии, которая рулит на сегодня, что необходимо менять всю систему, что выборы мэра это не вопрос на сегодня. Выборы мэра это второй вопрос после того, как этого мэра должны обеспечить законодательно полномочиями и возможностями исполнять эти полномочия. Соответственно, местные деньги должны оставаться на месте. И уже только после этого с него можно что-то спрашивать. Хороший вопрос. Евгений Ищенко, кстати, мы разговаривали, когда с ним об этом. И когда я задал вопрос ему как раз такой, что характера, не хотите ли вы снова участвовать в выборах, тогда еще выборы мэра были, он сказал, не дай бог, ведь никаких рычагов, никаких возможностей у мэра больше ничего не осталось. Всем руководит глава области. Любой вопрос решается только с его звонка. Та же самая проблема, наверное, с главами районов, да? Они ничего не решают. Федор Петрович. Ну, во-первых, хотелось бы ответить члену партии «Яблоко». Вроде яблоко и фрукты, витамины, а злой какой-то член в партии. Надо лимон, лимон их назвать. Клеймить сразу так всех, даже не разобравшись, кто есть кто, это, по крайней мере, ну, неубедительно и несерьезно. Потому что я вот, например, никогда не был членом партии, и в ближайшее время членом партии, как вы сказали, «Я никогда не был, я член фракции». А какая разница? Вы называете вещи своими именами. Я извинился. Большая разница. Большая разница. Перестаньте. Что перестаньте. Большая разница. Если член партии и член фракции, во фракцию ходят не члены партии. Знаете, у «Единой России» много чудес. У нее голова долго был не членом. Это очень странно. Но, тем не менее, суть этого дела это не меняет. Какая разница? Эта суть меняет в корне. Потому что, если вы член партии «Яблоко», вы говорите, что я член партии «Яблоко». И не надо на меня там говорить, что я член «Единой России». Вы говорили? Вы член фракции «Единой России». Член фракции «Единой России». Хрен-то редкий, не слаще же. Хрен-то редкий, не слаще. Но вы не понимаете разницы Не понимаю Не понимаете, а я вам объясню разницу Когда член партии Голосует Против решения партии Он лишается своего членского билета Когда не член партии Он голосует против Решения партии Он ничего не лишается А вас могут исключить из фракции? Таким образом Меня могут исключить из фракции Мне это не страшно, потому что я не член партии Таким образом Во фракции появляется Один, два, три голоса Которые могут открыто заявлять О своем несогласии Которые не связаны Ни своими Муниципальными должностями Ни партийными преднадлежностями С партией И которые могут заявлять Своё протестное мнение Против решения партии Если оно им не нравится Можете это делать достаточно открыто и смело Ничего не бояться Фёдор Петрович Но всё-таки Давайте по вопросу Если вы являетесь членом партии Яблоко То ваше мнение Вы можете засунуть себе в дальнее место Если принято консолидирование решения Вот консолидирование решения У нас в Яблоке немножко иначе Давайте вернёмся к теме Фёдор Петрович Вот и вся разница Мы уже прокляли этого Яблочника Всё Если вы пришли сюда Плюём на него уже Мы ненавидим его Мы сожжём его Скажите, Фёдор Петрович Он сказал дело Он сказал очень важное дело Потому что Яблоко — полезный фрукт Я вам честно Да Фёдор Петрович Михаил Николаевич Резюмируя Позвольте высказать Всё-таки товарищу Мипову Огромное спасибо На самом деле Этому человеку я благодарен Когда был лагерь оппозиционный Он завозил туда пиво Очень вкусное Мне потом рассказали Из четырёх сортов Один мне очень понравился Я до сих пор его покупаю Волжский Приезжаю Что касается моего отношения К Единой России Я думаю Ребята сидящие сзади Блогер Волгоградский Теперь раз скажу Что к Единой России Я мягко говоря Отношусь с прохладцей Я был когда-то членом партии Единой России Я был когда-то мягкий Судя по фотографии На партбилете С какого-то нехорошего состояния Туда вступил Но в седьмом году Меня исключили Поскольку я матом обложил Полицовет региональный Толкали меня На нехорошие поступки Которых я не мог применить Поэтому пришлось расстаться Михаил Николаевич Систему менять надо? Какую систему? Систему такую Которая сейчас присутствует То есть мэр ничего не может решить Если вы взялись цитировать Евгения Петровича Ищенко Гениального человека Вы процитируете Другую его фразу Сказанную Им Наверное не только у меня в кабинете Когда мы спросили Петровичу мэра Бадеж Он ответил Очень емкой фразой Я уже сидел Начнем с того Ну смысленно На сегодняшний момент Мэр Любой глава муниципального образования Самый Незащищенный В правом плане Чиновник Российской Федерации Сидящих мэров Огромное количество Я недавно разговаривал С хозяином одной колонии У него одномоментно сидело Три главы района И сколько-то еще там Рангом поменьше Чиновник Вы сейчас заявили о том Что люди Когда выбирают Всенародно избранного мэра Они выбирают дурака И если этот дурак Делает что-то плохо Они говорят Ну ладно Я хотя бы выбрал сам А чем лучше те люди Которые сейчас Находятся во власти ИО Те самые Которых вы выбирали Да вот в том-то и дело Но наконец-то не хочется Чтоб во власти находились ИО Наконец-то не хочется Чтоб тот кто избран Да И давал обещания То у него Болезнь Какая-то непонятная То у него командировки То отпуск И так далее Хочется чтобы Приходили для того Чтобы работать А чем отличается Я вот не понял Ваши вопрос Чем они лучше Вы сказали Что люди выбирают Дураков Чем лучше Те люди Которые сейчас Стоят в власть Вы неправильно Меня поняли Люди хотят Это ваши слова Люди хотят Выбрать Это мои слова Которые заданы В виде вопроса А не утверждения И не присваивайте Мне того Чего я не утверждал Вы можете выбрать Того человека Которого вы бы Хотели выбрать Реально Вы можете его выбрать А вы думаете С нынешней системой Или вам надо Поучаствовать Знаете Как тот петух Не догоню Так хоть согреюсь Вы думаете С системой сити менеджера Все работает по другому Я думаю Что система Сити менеджера Работает по другому Михаил Николаевич Как вы считаете Вот эта система Которая предлагает 48 избранных Которые 48 идеальных людей Они могут выбрать Того руководителя Который нужен для города С выборами Все просто Если человек говно Он никогда не изберется В городскую думу Депутатом По причине Что он не та субстанция Если человек нормальный Почему он всплывает Всплывает Но не выбирает Я по самому опыту скажу Что когда я избирался В думу Мой рекорд 300 квартир За день Я обходил квартиру Сговорю с людьми 300 квартир Гребенников обходил Лично мою тоже Не встречал его Я его не узнал Гребенников Нормально ходил Не испугались Деньги не отдали Нет Он был тогда худенький Вы заметили Когда он был в КПРФ Был худой Как стал Единый России Сразу Харчиха Он занимался Давайте вопрос Здравствуйте Уважаемые участники Уважаемые гости Не пытайтесь нас запугать Вашим внешним видом Николай Николай Лукьяин Как-то не знает Предприниматель Обычный Волгоградский Я бы хотел Федору Петровичу Пожелать Удачных Предстоящих выборов Удачно Переизбраться Ну и 48 человек Которые сейчас У нас в думе Находятся Я бы им тоже Хотел пожелать Чтобы они переизбрались Даже если была бы Такая возможность Законодательная Как-то можно было Разрешить им Ахстаться На следующие 5 лет Не переживайте Они все Займут Свои же места Я бы этого Очень сильно желал Я просто Не такой Так скажем Там умными фразами Говорить не умею Поэтому у меня Чисто меркантильные Интересы Да И хотел бы задать Один простой Предпринимательский вопрос До того состояния До которого вы Сейчас Вы депутаты Прежде всего Довели город Закладывая имущество Городское Это там Объекты Сами знаете Какие Да Я бы вам хотел пожелать Дожить до того времени Когда нам За эти кредиты Надо будет расплачиваться Нам Народу Людям И мне Предпринимателю Заплатить Надо будет Как налогоплательщику Прежде всего За эти кредиты И вот я хотел бы Вам это пожелать До того времени В думе быть И Спросить у вас Сейчас Пользуясь моментом А что вы будете Тогда делать Когда Закладывать Будет Больше нечего Вы наши квартиры Будете закладывать Детские сады Начнете закладывать Школы Что следующее Из имущества Вот эти Управляющие компании Созданные При всенародно Избранном мэре Не платят 2,7 миллиарда рублей Соответственно Мобы Задолжают Газпрому Илукойлу 2,7 миллиардов рублей Те подают На суд В мупы И Ставят их Предбанкротное состояние В банкротное состояние А К управляющим Компаниям Администрация Города Через мупы Предоставляет Те же самые Исковые заявления Ничего С них Не взыскивает Ну Взыскивает Там 100 миллионов 80 миллионов Из 2,7 миллиарда И понимаете Что Либо Сейчас За Долги Просто Лукойл Забирает И Предприятие Вместе С имуществом Которым Они Ну Руководят Используют Это имущество Либо Вообще Поделились Больше Понимаем Чем Вы Представляете Себе Вы Со мной Согласны Вы С этим Согласны Я согласен Но На сегодняшний день Где Здесь Эти управляющие Компании Собственники Управляющие Компании Которые Находятся С вами За соседним Креслом Много Сидят Ну Вообще Полная Ерунда Половина Полная Ерунда Я знаю Половина Компании Я знаю Двух Депутатов Но Я Хочу Вам с ними Комфортно Я хочу Вас Предупредить Что Будьте Далеки От того Чтобы Всем Климо На лоб Стали Никто Не Федор Петрович Вот вы В думе Наверное Так же Выступаете Как здесь Просто Я тогда Понимаю Почему мы До сих пор Имеем То что Имеем Прекрасно То есть Вы отвечаете На вопрос Не отвечая На вопрос Это В большинстве Вопросов Ваша Мысль Про То что Надо избирать Сити менеджером Сити менеджера Объявляя Конкурсы И избирая Их Депутатским Корпусом То есть Вы считаете Что вас Избирать Граждане Могут Для этого Они Дееспособны А избирать Мэра Граждане Не Дееспособны Так я понимаю Все Вопрос Нет Это Преамбула Утверждение Это Преамбула Да Это Нурный аплодисмент И утверждение Сидит дурак Избранный Да Непонятно кем Непонятно как Не я это сказал Сидит дурак Не я это говорил Не надо Да Который набрал Больше всех голосов Так На всякий случай Я ни в коем случае И так не говорил И считает Вы меня не слышите Вы меня не слышите Давайте вопрос Дальше Мне интересно Просто вы говорите Вот Был задан вопрос Кому выгодно Что не будет мэра Депутатам Еще кому-то Депутатам Депутатам это выгодно Не правда ли Почему Ну кому выгодно Давайте Я так же и сказал Я так же и сказал Я так же и сказал Да Потому что Депутатам Почему это выгодно Ну элементарно То есть Сейчас пока нет Мэра Они Такие напыщенные Они будут выбирать Сити менеджера Они Якобы там Представляют Какую-то ценность То есть Тем самым Поднимая Вот эти вот Акции Зао Городская Городская дума Наш город Я Не буду скрывать Находится В предбанкротном состоянии Честолюбивцы Будем находиться Но мне Мне уже сейчас Больно От того Что я слышу Собакаря 200 тысяч Зарплат Если у него будет Еще миллионами Исчисляться Народ Сожрет Такого Сити менеджера Нафиг Нужен Такой Сити менеджер У нас Беднота Вокруг У нас Не Буквально Допавление К вопросу Предыдущему Как вы Относитесь К тому Если Сити менеджером Либо мэром Станет Приезжий человек Как Грубо говоря Произошло В москве Человек Должен Быть Как Отсохи Крестьянин Так Он Должен Быть Участник Этого Конкурса Который Пришел Там Я не знаю Бригаду Сантехников Закончил Институт Проработал Прям Картина Руслан Николай Николаевич Как Картина Масла Подождите Но Если Приятно Постепаться Я тоже Люблю Это делать Я знаю Много Фамилий Имен Нам Проблема Важна Или Имена Здравствуйте Меня зовут Станислав Я алкоголик Станислав У нас Приехал Так обычно говорят Американские избиратели Вот смотрите Мы здесь сейчас говорим О Я из Москвы Из Москвы Я хочу сказать Что это москвичи Давайте им покажем Настоящую Жизнь Провинцев Все алкаши в Москве Главная проблема Сейчас в Москве Например После майских праздников Какой цвет бордюры красить Желто-зеленый Черно-белый А я думал Вы скажете Как еще выжить деньги Из остальной России Не-не-не Собянин Сергей Приехал из Тюмени Выступил В категории Поменял Бордюрную плитку Тротуарную Положил Все ходили Обсуждали Потом Говорят о том Что на параде Победы Разгоняли облака Украли денег Столько Что Я не знаю Бюджет Волгограда Мог бы Год жить хорошо На одном только Параде Победы Но знаете Если сейчас начнутся Выборы мэра За него проголосует Большая часть москвичей По одной простой причине Он сказал А мы больше не будем В Москве мечети строить Вот Лужков построил Шесть А я считаю Что это ошибка В Москве больше не будет Ни одной мечети Для Москвы это вопрос Ну просто вот Категорически важный Он занялся популизмом То чем занимаются В принципе Американские мэры Французские мэры И мэры любых других Демократий Они занимаются популизмом Они слушают народ Они говорят Так понятно У нас здесь проблемы Здесь дорог не хватает Здесь ЖКХ Но на самом деле Что народ беспокоит Народ беспокоит Количество мечетей Давайте так ЖКХ все не поднимем Дороги все не починим А с мечетями Вопрос решит И наверное В Америке Во Франции Опять же В крупных больших городах Мэр занят в основном тем Чтобы Хотя бы какая-то часть народа Была им довольна Вот вы сейчас все говорите Народ в Волгограде Недоволен тем Что мэра не выбирают Значит только ради этого Выборы уже нужно разрешить Чтобы хоть какая-то часть народа Была довольна А в уже упомянутых заграницах В одной только Франции 35 тысяч мэров Там в каждой маленькой деревушке Есть свой мэр Он носит флаг На шее Шарф в цветах Французского флага Он слушает Что говорит народ Он говорит Так шериф С сегодняшнего дня Не пускаем байкеров Народ Достали байкеры Все Байкеры больше не ездят И что бы он дальше не делал Как бы не воровал Народ его любит Вот если такие люди будут Которые слушают Что хочет народ То наверное Выборы мэра Нужно устраивать обязательно Но они должны быть обязательны Я правильно понимаю? Вы же слушаете Предвыборные обещания Они приходят и говорят Чем хороши честные выборы А не назначения Они говорят так Я решу проблему ЖКХ Решу проблему дорог И не буду строить мечети Другой говорит Я решу проблему ЖКХ Решу проблему дорог И сделаю ротор чемпионом России Например И уже выбирают ЖКХ дороги Списывают в знаменатель Так ротор или мечеть Ага Зато мы ротор подняли Зато ротор подняли Да Нужен обязательно Выборный вариант Я очень хочу В Москве тоже выбирали мэра Хотя там пока Пока другая история Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова